В первенстве Сибирского федерального округа по карате в Омске приняли участие более 500 спортсменов из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской, Тюменской областей, Алтайского и Красноярского краев и других регионов. С недавнего времени Олимпийский вид спорта карате привлекает в секции и школы все больше молодых людей и девушек. Омскую область на первенстве представили атлеты из всех известных клубов региона. Атака, Триумф, Лидер, Рысь, Вада, Скорпион и других. Очень здорово, что союз карате Омской области из года в год развивает свое направление деятельности, связанное с проведением соревнований. В нашем городе проводятся уже не первые соревнования федерального уровня, округа федерального, которые в данном случае являются отборочными на первенство России в Оренбург. Наше представительство на этих соревнованиях солидное. Мы надеемся, что и представительство на первенство России будет в том числе у нас солидное. Следующий Олимпийский цикл – Париж. То реальные шансы у омских каратистов есть. У нас есть представители от Омской области в резервном составе сборной страны Юлия Шабалтас. Хорошо себя показывает Екатерина Пустовит. Я думаю, что в ближайшее время эти две девочки проявят себя на перспективу. 62 комплекта наград за два дня разыграли в дисциплинах ката и кумите. На татами выходили спортсмены разных возрастов и весовых категорий. От 8 до 20 лет, от 25 до свыше 84 килограммов. Очень хорошо, что я выиграл. Отобрался на первенство в России. Какие планы на первенство у нас? И за первое место награждается. Вообще то, что ваш вид спорта стал олимпийским, это радует. И почему? Конечно радует. Больше спортсменов будут стремиться попасть на Олимпиаду. Ну и соответственно я. Мне понравилась хорошая организация. Все, ну, как бы, грамотное судейство. Вроде все хорошо. Почему ты для себя выбрала каратэ? Не знаю. Мне всегда нравился такой спорт. Ну, как, активный и даже немного резкий, жесткий в плане, что он больше мужской. И еще мне папа тренер, и он меня туда повел. И я, как бы, ну, мне понравилось. Ну, было трудно, но... За второе место награждается... Надо тренироваться, чтобы занимать призовые места. Нравится спорт, потому что каратэ – это динамичный вид спорта с неполным контактом. То есть, там, можно ногами касаться, вот, и руками. Достижение у меня второй взрослый по каратэ, разряд. Какие цели у тебя на эти соревнования? Занять первое место и поехать на Россию. На России ребята смогут показать себя и отобраться на первенство Европы, которое пройдет в 2019 году в Дании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова